Друзья, всем привет! Как всегда, всех рад видеть на своем YouTube-канале. В этом видео мы с вами рассмотрим мультивалютный криптокошелек Клевер. Я расскажу, какие у кошелька есть особенности, какие плюсы, какие минусы, что мне в нем нравится, что не нравится. Установим его на свой мобильный телефон и посмотрим функционал. Видео, как всегда, будет очень полезным, интересным, поэтому обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, если интересуетесь криптовалютами и инвестициями. И поехали, давайте уже посмотрим наш кошелек. Чтобы нам познакомиться с данным кошельком, нам нужно перейти на официальный сайт кошелька Клевер. Ссылку я оставлю под этим видео, чтобы вы не искали. Переходите, скачивайте и устанавливайте кошелек. После того, как перейдем, попадаем на такую красивую домашнюю страницу и можем посмотреть основную информацию. Мы тут сразу видим, что написано, что легкое криптоинвестирование для умных людей. Русского языка у сайта нет, это маленький минус. Есть только английский и, по-моему, еще какой-то там португальский, что ли. Ну, давайте оставим английский. И здесь сразу же с главной страницы можно скачать кошелек для андроида, либо для айфона. Если мы перейдем в раздел активы, то здесь увидим, что кошелек предлагает нам пользоваться и хранить более чем 100 криптовалютных активов. Если спустимся немного вниз, здесь можем видеть некоторые из них, но, опять же, минус маленький сайта. Обычно на кошельках на том же Exodus или на Jaxx здесь была кликабельная надпись. Мы могли кликнуть и посмотреть полный список криптовалют. Здесь же такого нет, можем посмотреть только несколько. Если вы хотите со всем списком ознакомиться, вам необходимо установить кошелек, собственно, и начать им пользоваться. Дальше есть вкладка стейкинг. На данном кошельке можно стейкать как токены самого кошелька Clever, это токены KLV, либо токены трона. И есть очень удобный такой калькулятор. Например, если у вас 10 тысяч тронов, то калькулятор рассчитает вам, сколько вы будете получать в день, в неделю, в месяц и в год. Например, если у вас 10 тысяч, в год вы получать будете 600 тронов и даже больше. Также здесь есть процентная ставка, KLV 10% приблизительно и трон приблизительно 6. Очень удобная фишка, очень удобная согласие. Также у кошелька есть браузер, с которого вы можете прямо из кошелька коннектиться к каким-то децентрализованным приложениям. И здесь вы можете почитать, как пользоваться данным браузером. Лично я не пользовался, ничего пока сказать не могу, не изучал. Если вы пользовались, обязательно пишите в комментариях, поделитесь вашим мнением. Также на сайте есть вкладка «Дорожная карта», «Roadmap». И здесь мы видим, что кошелек существует с 2017 года. И в принципе на данный момент по 2021 он выполняет свою дорожную карту. Что мне здесь еще понравилось, то что в первом квартале, как раз он идет сейчас, кошелек планирует запустить мобильный обмен. На данный момент, кстати, этот обмен уже запущен. И в 2021 году, 4 квартала, Clever Blockchain, MyNet. То есть Clever хочет запустить собственный блокчейн и токены Clever, то есть уже будут коины на собственном блокчейне. Очень круто. И вообще я считаю, что у кошелька большое будущее. И он имеет огромные перспективы, как токен, так и блокчейн Clever и сам кошелек. Давайте теперь, собственно, скачаем кошелек и установим его на свой смартфон. Можно это сделать просто перейти с своего мобильного устройства на сайт и прям скачать с Google Play либо с App Store. Я рекомендую так сделать. Но сейчас мы зайдем в App Store и оттуда уже скачаем. Итак, чтобы нам скачать приложение, мы заходим в Google Play или в App Store и в поиске просто вбиваем Clever. И нажимаем на кнопку «Найти». Приложение мне выдает сразу же первый кошелек Clever. Нажимаем на кнопку «Загрузить» и ждем, пока кошелек загрузится на наш смартфон. После этого продолжим. Итак, после того, как кошелек загрузился, нажимаем на кнопку «Открыть» и ждем, пока приложение запустится. После запуска кошелек предлагает нам ознакомиться с политикой конфиденциальности. Мы, естественно, передвигаем ползунок, что мы прочитали и согласны. И нажимаем на кнопку «Продолжить». Далее кошелек нас приветствует. Welcome to Clever App. И предлагает либо создать новый кошелек, либо восстановить уже существующий. Если у вас уже был кошелек Clever, у вас есть seed фраза из 12 слов, то вы можете восстановить кошелек, нажав «Restore Wallet». Но сегодня мы будем создавать новый, поэтому я нажимаю «Create Wallet». Нажимаем «Create» и здесь кошелек сразу же предлагает нам создать пароль. Придумываем пароль из 6 цифр и повторяем его второй раз. С этим, я думаю, все справятся. Здесь пока ничего сложного нет. После того, как вы ввели пароль, кошелек предложит вам сохранить вашу секретную фразу. Перед тем, как ее сохранить, сразу же напоминаю, кошелек является децентрализованным холодного хранения. Это значит, что доступ к кошельку имеете только вы. Вам обязательно нужно сохранить секретную фразу из 12 слов на двух блокнотах и на двух флешках. Это, как я всегда говорю, основы безопасности и сохранения вашей конфиденциальной информации. Если вы утеряете секретную сит-фразу, никто, ни разработчики, ни служба поддержки кошелька никогда не помогут вам восстановить доступ к вашему кошельку и к вашим средствам. Поэтому отнеситесь к этому внимательно, обязательно запишите секретную фразу, то есть 12 слов, сохраните и никогда никому ее не показывайте. Давайте сейчас запишем и после этого, как запишем, вы нажимаете I've written it down. После того, как вы записали все свои слова в тетрадку, кошелек предложит вам написать их в том порядке, в котором вы их записали. Вы здесь просто расставляете все слова с 1 по 12. Если все будет правильно, вы потом просто нажимаете на кнопку verify. После того, как у нас все получилось, мы правильно подтвердили свою секретную фразу, мы попадаем на такую стартовую страницу кошелька. Здесь мы сразу можем видеть объем в долларе наших криптоактивов, это Total Portfolio, он отображается в долларе. Ниже кошелек предлагает нам купить на криптовалюту прямо с кредитной карты. Здесь мы можем найти какой-то коин или токен из представленных на данный момент в кошельке. И ниже мы видим некоторые подключенные кошельки, которые на данный момент уже стоят по умолчанию. Также есть токены на блокчейне трона и даже вот есть Binance токен. Основной функционал кошелька он весь внизу. Щелкаем вот на такую вот табличку, нажимаем и здесь мы можем читать новости. То есть, если вы любите читать новости блокчейн индустрии, криптовалютного мира, можете читать не только телеграм-канал, а заходить, например, в кошелек Clever и читать. Далее у нас в функционале внизу Globus, то есть это браузер. Тут вы можете ввести URL либо ссылку, как я понимаю, на Dubs приложение, к которому вы хотите подключиться. Здесь есть история посещений, также здесь есть закладки, то есть Favorites. Я не пользовался данным браузером, но на сайте вы можете изучить эту информацию и им, собственно, попользоваться. Далее у нас идет вкладка кошелек. Здесь, как я уже сказал, отображаются все ваши криптоактивы, которые на данный момент у вас хранятся. И они отображаются в долларом эквиваленте. Далее у нас идет вкладка Swap. Тут вы можете обменять одну криптовалюту на другую прямо внутри кошелька Clever. То есть вам не нужно пользоваться какой-то сторонней биржей. Ну, например, давайте найдем какой-то токен. Например, давайте выберем Basic Attention Token, BAT. Выберем его и, например, попробуем обменять. Вот, допустим, обменяем BAT на USDT. То есть вводите ту криптовалюту или токен, для которого есть обмен. То есть обмен может быть не для всех криптовалют, для которого есть и обмениваете. Ну, очень удобно. В принципе, это большой плюс. Но я думаю, комиссия здесь тоже существенна, как и в других кошельках. И последняя вкладка, это вкладка настройки. Здесь есть адресная книга. То есть вы можете выбрать блокчейн, можете присвоить кошелек и назвать ваш контакт. Например, у вас есть друг Вася, который пользуется блокчейном Tron. У него есть Tron кошелек. И вы можете записать его как Вася, прикрепить к нему кошелек Tron. И когда будете отправлять, то есть вы выбираете не просто там вставляете какой-то адрес кошелька, а просто выбираете Вася и отправляете. Ну, я так это понимаю. В принципе, это очень удобно. И на других кошельках я такого решения не видел. Вот на кошельке Клевер такое есть. Также вы можете здесь пригласить друзей. Здесь есть ваш код, который человек вводит при регистрации. И вы получаете за это вознаграждение в токенах Клевер. В принципе, это очень классно, что есть партнерская программа. Я считаю, что у этого кошелька реально есть будущее. И рекомендовать его своим друзьям. То есть это классно. Вы можете получать токены Клевер. И потом еще и стейкать их. То есть есть еще и стейкинг, да, Клевер, как я уже говорил в начале видео. Очень классно. Дальше вы можете купить криптовалюту прямо с карты. Выбрать любую доступную. Далее ввести свою банковскую карту и прямо купить внутри приложения. Дальше вы можете поменять тему на белую. То есть вместо черной у вас будет белая. Ну, на данный момент я это делать не буду. Далее идет раздел language. То есть вот какой большой плюс этого кошелька. Здесь есть русский язык. То есть вы реально можете зайти, поставить русский язык. Вот видите, русский. И у вас все будет на русском. В других кошельках такого, по-моему, нет. Далее здесь есть... Вы можете сохранить резервную копию вашего кошелька. Можете удалить кошелек. И ставите галочку, что всегда вводить пин-код или нет. У меня стоит ползунок всегда. Далее есть служба поддержки. Можете зайти в службу поддержки и, в принципе, задавать какие-то вопросы, если вам что-то непонятно по кошельку. Но они вам не помогут восстановить доступ, если у вас утеряна секретная фраза. Запомните, кошелек децентрализованный. Дальше вы можете почитать информацию о кошельке. И есть контакты. То есть Телеграм, Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, Ньюслеттер и даже Ютуб. Есть у Кашка Клевер. Можете подписаться, добавиться в сообщество и общаться с единомышленниками. Дальше, что еще есть? Есть вот такой вот плюсик здесь, в правом верхнем углу, на стартовой странице, где вы можете создать аккаунт, восстановить аккаунт, импортировать приватные ключи, например, с эфира, либо с трон кошелька и открыть эти кошельки в кошельке Клевер. То есть это тоже очень удобная функция, что отличает кошелек Клевер от других кошельков. Также здесь есть вот такая кнопочка настройки. Здесь вы можете либо подключить какой-то кошелек в приложении, либо отключить. Но это делается с помощью ползунка. Ползунок выключен, кошелек убирается из списка главной страницы. Кошелек включен, он появляется. Давайте, допустим, какой-нибудь токен введем. Давайте BNT, банкор. Да, вот у нас есть. И мы можем, ERC20, мы можем включить банкор в список наших монет на главной странице. Также здесь можно выбрать все монеты, только токены Этериума и только токены трона. То есть, ну, таким образом, для более быстрого поиска. Но на самом деле это замедляет поиск, но функция такая есть. Очень удобно. Давайте теперь посмотрим, как отправлять и получать криптовалюту. В принципе, здесь все то же самое, как на других кошельках. То есть, никакой разницы вообще нет. Допустим, нажимаем на биткоин. У нас есть кнопочка send. Где мы можем отправить. Выбираем сколько. Нажимаем next. Вводим адрес. Подтверждаем и отправляем. Есть кнопка re-kiff. То есть, тут есть QR-код. Можем скопировать адрес. Нажать на кнопку копия. Можем поделиться своим адресом, QR-кодом. Кому-то отправить. И уже вставить этот адрес там на бирже, где-то на другом кошельке. Можно отсканировать. Можно купить с карты. И внизу появятся ваши транзакции. Также можно отправить. А, ну, отправить я уже сказал. Также и с другими криптовалютами. Например, доги, да, который недавно помпанул. Там и он маскилопопампил, еще кто-то. Также доги, все то же самое. Сент. Вводим сумму. Next. Вставляем адрес. Отправляем. Думаю, здесь ни у кого никаких сложностей не возникнет. Как и на всех кошельках. Re-kiff, send. Re-kiff получить, send отправить. Если у вас какие-то сложности, напишите в комментариях. Я вам обязательно помогу. Ну что, друзья. В целом информация по кошельку вся. Основная. Давайте немного подытожим. Кошелек Clever является мультивалютным. То есть, вы можете хранить на нем множество криптовалют и токенов. Как токенов Этериума, так и токенов Трона. И там даже токены Binance есть. Кошелек является децентрализованным, холодного хранения. То есть, приватный ключ только у вас. Он не хранится, ваши данные, нигде не на сервере, не у разработчиков. То есть, приватный ключ есть только у вас. Доступ к кошельку есть только у вас. Если вы утеряете свой приватный ключ, никто никогда не поможет вам восстановить доступ. Обязательно отнеситесь к этому серьезно. То есть, кошелек является безопасным. Также кошелек очень удобный, очень интересный. Мне он очень понравился. Есть свой токен, который можно получать за то, что вы рекомендуете кошелек другим людям. И еще и можно этот токен стейкать. И в будущем будет MyNet в конце 2021 года по дорожной карте. И будет собственный блокчейн. То есть, я вижу у этого кошелька реально очень хорошие перспективы. Также есть такая функция, как внутренний обмен. Вам не нужно никуда выходить за пределы приложения, чтобы обменять одну криптовалюту на другую. Можно также купить с банковской карты. Все это очень-очень удобно. Есть браузер для подключения к Dapps приложениям. И есть такая крутая фишка, как адресная книга контактов. То есть, вы можете присвоить человеку блокчейн, кошелек. И когда отправляете, просто вводить по именам, например, Сергей Иванов или Леша Петров. И просто отправлять им, не задумываясь. Но, конечно, я не советую пользоваться. Точнее, советую, но очень внимательно, как бы что ни напортачить и не отправить что-то не туда. Но функция такая есть, очень прикольно. В целом, кошелек классный. Кошелек мне очень понравился. Кошелек реально выделяется по сравнению с тем же Exodus, Trust Wallet. Поэтому, возможно, для новичка он будет немножко посложнее, так как у него немножко побольше функционал. Те кошельки попроще. Но, в целом, кошелек классный, интересный. Я считаю, у него большое будущее. Я обязательно себе установлю. Буду стейкать на нем токены Клевера и токены Трона. И это уже будет в следующем видео. Я покажу, как застейкать и какие результаты, собственно, я начинаю получать. В целом, говорю, кошелек классный. Устанавливайте, пользуйтесь. Я рекомендую и себе тоже установил. На этом у меня все, друзья. Если что-то непонятно, не получилось установить, не знаете, как пользоваться, пишите в комментариях. Добавляйтесь в мой телеграм-чат. Подписывайтесь на телеграм-канал. Там я рассказываю обо всех финансовых инструментах, куда я инвестирую. Также вы можете там задать любые вопросы и получить помощь. Поставьте лайк обязательно. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, ролик был полезным и интересным. Увидимся, друзья, в следующем ролике, в следующем видео. Пока!